Беседа 15. Бога же никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил. Иоанна 1, 18. Бог хочет, чтобы мы не просто слушали имена и слова, находящиеся в Писании, но с разумением. Поэтому блаженный Давид многие из своих псалмов написал так, в разум, и говорил, открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего. Псалом 123, 18. После него Сын Его, заступивший Его место, учит, что мудрости должно искать, как серебра, приобретать ее больше, чем золото. А Господь внушал иудеям испытывать Писание, и тем нас еще более побуждает к исследованию. Он не в том смысле говорил это, чтобы только прочитав, можно было с первого раза понять Писание. Никто, конечно, не станет испытывать того, кто находится вблизи и под рукой, а испытывает то, что остается в тени и может открыться только после долгого изыскания. Для того-то Писание называется и сокровищем сокровенным, чтобы побудить нас к испытанию Его. А это внушается нам для того, чтобы приступали к словам Писания не просто как случилось, но с большой осмотрительностью. Потому что кто станет слушать, что читается в нем без рассуждения, и все принимать буквально так, как сказано, тот может предполагать много нелепого о Боге. Он, пожалуй, допустит, что Бог есть и человек, и что Он состоит из меди, что Он и гневлив, и яростен, и много других еще более худых мыслей. Если же кто будет вникать в глубину смысла, то избежит всякой такой нелепости. Вот и в чтении, ныне нам предложено, говорится, что Бог имеет лона, а это свойственно телам, но никто не будет столько глуп, чтобы бестелесного почитать телом. Чтобы все это понять в смысле духовном, как должно, исследуем это место подробнее. Бога никто никогда не видел. Каким путем Евангелист пришел к этому? Показав великое преимущество даров Христовых, такое, что неизмеримое расстояние находится между этими дарами и сообщенными через Моисея. Он хочет потом высказать и достаточную причину такой между ними разности. Моисей, как раб, был служителем дел Ниши, а Христос, как владыка и царь и сын царя, принес нам несравненно высшие дары, сосуществуя всегда со отцем и видя его непрестанно. Потому-то Евангелист и присовокупил, Бога никто никогда не видел. Что же мы скажем на слова велегласнейшего Исаии? «Видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном» Исайя 6.1. Что скажем на свидетельство самого Иоанна о том, что Исайя сказал это тогда, когда видел славу Его? Иоанна 12.41. Что скажем на слова Езекииля? «И он ведь видел Бога, сидящего на херувимах». Что на слова Даниила? «И он говорит, и воссел веки днями» 7.9. Что также на слова Моисея «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя» Исход 33.13. А Иаков и призвание получил от этого, то есть был назван Израилем. А Израиль значит «видящий Бога». Видели Его и другие. Итак, почему же Иоанн сказал «Бога никто никогда не видел»? Он показывает, что все то было делом с нисхождением, а не видением самого существа божественного. Если бы они видели самое существо, то видели бы его неразличным образом. Оно просто, необразно, несложно, неописанно. Личным не сидит, не стоит, не ходит. Все это свойственно только телам. Но как Бог существует, это знает Он один. И это возвестил сам Бог, Отец, через одного из пророков. Яр, говорит, умножал видение и через пророков употреблял притчи. Осея 12.10. То есть я снизошел, явился, но не тем, что я есть с ним. А как Сын Его имел явиться нам в действительной плоти, то Он изначало приготовлял людей к созерцанию существа Божия, сколько им возможно было видеть. Но что Бог есть Сам в Себе, того не видели не только пророки, но и ангелы и архангелы. И если бы ты спросил их об этом, то в ответ не слышал бы ничего о существе, а только пение «Слава Вышних Богу!» и на земле мир, в человеках благоволения. Лука 2.14. Если бы ты пожелал узнать о том, что-либо от хирургимов или серафимов, то услышал бы таинственную тресвятую песнь, и что исполнено небо и земля славы Его. А если бы ты обратился с вопросом к силам еще высшим, то ничего не узнал бы, кроме того, что у них одно дело – хвалить Бога. Хвалите Его, сказано, все силы Его. И так самого Бога Отца видит только Сын и Дух Святой. Да и как созданное существо, каково бы оно ни было, может видеть несозданного, если мы не можем ясно видеть какую бы то ни было бестелесную силу, даже сотворенную, а этому много оказалось примеров по отношению к ангелам, то тем более мы не можем видеть существа бестелесного и несозданного. Поэтому и Павел говорит «Его же никто не видел из человеков и видеть не может» 1 Тимофею 6, 16. Но не принадлежит ли это преимущество только одному Богу, а не Сыну? Нет, и Сыну тоже. А что принадлежит это и Сыну? Послушай Павла, который показывает это и говорит, который есть образ Бога невидимого. Невидимого, Колоссянам 1, 15. А как образ невидимого, он и сам невидим, иначе не был бы и образом. Если же Павел в другом месте говорит «Бог явился во плоти» 1 Тимофея 3, 16, ты не удивляйся, это явление совершилось во плоти, а не по существу. Но что и он невидим, не только для людей, а и для высших сил, показывает также Павел, сказав «явился во плоти», он присовокупляет «показался ангелом». Таким образом, он показался ангелом тогда, когда облегся плотью, а прежде того, они также не видели его, потому что и для них существо было невидимо. Как же, скажете, сам Христос сказал «Да не презирайте одного от малых сих, говорю, ибо вам, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Небесного» 1 Тимофея 18, 10 «Что же, неужели Бог и лицо имеет, и небесами ограничивается? Но никто не будет до такой степени лишен ума, чтобы утверждать это». В каком же смысле это сказано? В том же, в каком сказано «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 1 Тимофея 5, 8 Говорится здесь о видении нам возможном, о видении умом и мыслею о Боге. Таким образом, и об ангелах можно сказать, что они по своему чистому и бодрственному естеству всегда не что другое созерцают, а только Бога. Потому-то и сам Господь также говорит «Не Отца, кто знает, только Сын». Что же, неужели все мы находимся в неведении о Нем? Нет, только никто не знает Отца так, как Сын. А как и прежде многие видели Его, в доступной для них мере видения существа же Божеского не видел никто. Так и ныне все мы знаем Бога, но каков Он в существе Своем, того не знает никто, только один, рожденный от Него. Знанием Он здесь называет точное созерцание и постижение, и притом такое, какое имеет Отец о Сыне. «Как знает Меня Отец, — говорит Он, — и Я знаю Отца». Иоанна 10.15. Смотри же, с какой полнотою выражает это Евангелист, сказав «Бога никто не видел никогда». Он не говорит потом, что Сын, видящий Его, исповедал, но представляет нечто другое, что еще полнее видение, именно сущий в лоне Отчим. Так как пребывание в лоне гораздо более означает, нежели видение. Кто просто видит, тот имеет еще не совсем точное познание о видимом предмете, а кто пребывает в лоне, тот имеет полное видение. Итак, если Отца никто не знает, кроме Сына, то ты, слыша это, не подумай, что хотя Сын знает Отца совершеннее, чем все другие, но не знает, каков Он есть в себе. И вот для этого-то Евангелист и говорит, что Сын пребывает в лоне Отца, а Сам Христос вещает, что знает Отца столько же, сколько Отец Сына. Итак, кто стал бы противоречить того, спроси, знает ли Отец Сына. И он, если только не сошел с ума, конечно, ответит «да». Затем опять мы спросим, имеет ли Отец сведения о Сыне полное и видит ли ясно, что есть Сын? Конечно, противник согласится и на это. Отсюда ты выведи и полное знание Сына об Отце. Сам Сын сказал, «Как знает Меня Отец, и Я знаю Отца». Иоанна 6, 46. И в другом месте, не то, что Отца видел кто, только сущий от Бога. Поэтому, как я сказал, и Евангелист и упомянул о лоне, одним этим словом, изъясняя нам все, сродство и единство существа, нераздельное ведение и равенство власти. А иначе Отец не мог бы иметь в лоне Своем какое-либо иное существо, да и Сын, если бы был рабом и одним из многих, не дерзнул бы пребывать в лоне Владыки. Это свойственно только истинному Сыну, обладающему великом дерзновением предродителем и имеющему в себе нисколько не меньшее Его. «Хочешь ли дознать вечность Сына?» «Послушай, что говорит Моисей об отце», спросив о том, что сказать в ответ египтянам, если они спросят, кто послал его, он получил повеление сказать «Я весен сущий». Слово «сущий» означает «бытие постоянное», «бытие безначальное», «бытие в истинном и собственном смысле». Тоже означает и выражение «в начале был», изображая «бытие постоянное». И это выражение употребляет здесь Иоанн именно для того, чтобы показать, что Сын существует в лоне Отца безначально и вечно. А чтобы ты по общности наименований не заключил, что Он один из тех, которые сделали с сынами по благодати, для того здесь предложен член Ти, о котором, который и отличает его от сынов по благодати. Если же для тебя этого недостаточно, и ты все еще склоняешься долу, то выслушай наименование более свойственное Сыну – «Единородный». И если ты после этого смотришь книзу, то я не откажусь употребить о Боге-человеке ческое выражение «разумей лона», только бы ты не представлял себе ничего уничиженного. Видишь ли человеколюбие и промышление владыки? Бог допускает о себе слова недостойные, чтобы, по крайней мере, таким образом ты открыл глаза и помыслил что-либо великое и высокое. И ты все еще остаешься долу. В самом деле, скажи мне, для чего здесь упоминается лона, понятие грубое и плотское? Для того ли, чтобы мы представляли себе Бога телом? Нет, вовсе нет. Говоришь ты, для чего же? Если оно не изображает ни истинности Сына, ни того, что Бог не есть тело, то, конечно, изречение отоброшено напрасно и без всякой нужды. Так для чего же? Я не перестану спрашивать тебя об этом. Не явно ли для того, чтобы посредством Его мы поняли именно то, что Он есть истинно Сын Единородный и совечен Отцу? Он явил, сказанное. Что Он исповедовал? Что Бога никто не видел никогда? Что Бог един? Но это говорили и пророки. Часто взывал и Моисей, Господь Бог твой, Господь един есть. Второзаконие 6,4. И Исайя, прежде меня не было иного Бога, и после меня не будет. Исайя 43,10. А что же еще мы узнаем от Сына, как сущего в недрах Отчих? Что узнаем от Единородного? Во-первых, что это самое составляет Его действенную силу. Потом мы получили более ясное учение и познание о том, что Бог есть Дух, и что поклоняющиеся Ему должны поклоняться Духом и Истинною. Еще же и то, что Бога видеть невозможно, что Его не знает никто, кроме Сына, и что Он есть Отец Истинного, Единородного. Также и все прочее, что об Нем повествуется, самое же слово явил, выражает учение яснейшее и очевиднейшее, которое Он передал не одним иудеям, а из всей Вселенной, и которое Сам исполнил. Пророкам внимали не все даже иудеи, а Единородному Сыну Божию покорилась и уверовала вся Вселенная. Итак, исповедание означает здесь особенную ясность учения, потому это называется и словом, и ангелом Великого Совета. Если же мы удостоены высшего и совершеннейшего учения, после того, как Бог в последние дни возглаголов нам уже не только через пророков, но и через Единородного Сына, то и мы должны показать жизнь более возвышенную и достойную такой почести. Как Он снизошел нам до того, что восхотел беседовать с нами не через рабов, а Сам непосредственно, то несообразно было бы с нашей стороны не показать себе ничего лучшего прежних времен. Иудеи имели учителя Моисея, а мы самого Владыку Моисея. И так покажем любомудрие, достойное этой почести, и не будем иметь ничего общего с землею. Он для того и принес нам учения свыше, с небес, чтобы вознести туда нашу мысль, чтобы мы сделались по мере сил своих подражателями своего Учителя. А как нам, скажешь, сделаться подражателями Христу, делая все для общего блага и не ища своего? И Христос, сказано, не себе угождал. Но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня, Римлянам 15.3. Никто пусть не ищет своего, а пусть ища своего, всякий имеет в виду ближних, что наши, то и их. Мы одно тело и члены части друг друга. Римлянам 12.5. Страница 101. Не будем же в отношении друг к другу как разделенные. Пусть никто не говорит, такой-то мне не друг, не родственник, не сосед, у меня нет ничего общего с ним. Как мне приступить к нему? Как начать разговор, если он и не родственник, не друг тебе? Все же он человек, одного с тобой естества, имеет одного владыку, все раб, все житель, так как живет в одном с тобою мире. А если еще содержит одну веру, то вот он член твой. Какая дружба может произвести такое единение, как сродство веры? Мы должны показывать не такую близость, не такое иметь общение между собой, как друзья с друзьями, а как члены, членами другого высшего дружества и общения, чем это, не найдет никто никогда. Ты также не можешь говорить, откуда у меня близость и связь с таким-то, как не можешь сказать это о своем брате, потому что это было бы смешно. Все мы во единое тело крестились, сказано 1 Коринфянам 12-13. Для чего же в единое тело? Для того, чтобы не разделяться, но взаимным согласием и дружеством сохранять связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь самих себя, потому что сказано, «Никто никогда не ненавидел свою плоть, но питает и греет ее». Исианам 5-29. Для этого Бог дал нам один дом, мир этот, разделил все поровну, одно для всех возжег солнце, распростер один кровь, небо, устроил одну трапезу, землю, дал и другую трапезу, которая гораздо важнее этой, но также одну. Соучастники Таинс знают, что я говорю. Даровал всем один духовный образ рождения. У всех нас одно Отечество на небесах, все пьем из одной и той же чаши. Ни богатому он не дал ничего больше и драгоценнее, ни бедному ничего меньше и малоценнее, но всех равно призвал, и как плацкие, так и духовные блага равно сообщил, отчего же такое неравенство в жизни? От любостяжания и высокомерия богатых, но, братья, да не будет впредь этого, так как у нас есть нечто общее и необходимейшее, что соединяет нас воедино, то не будем разделяться из-за дел земных и ничтожных, разумея богатство, бедность, плодское родство, вражду, дружество, все это тень, еще ничтожнее и тени для тех, которые соединяются узами высшей любви. Будем же сохранять эти узы неразрывными и никакой злой дух не сможет проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. И так, да будет оно во всех нас благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.